Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и наше традиционное видео «Вопросы-ответы». Вопросов накопилось немало и давайте скорее с ними будем разбираться. Первый вопрос, точнее это не вопрос, это радость, которой я хочу поделиться с вами. На моем канале уже 8000 подписчиков. И второй замечательный юбилей, который стрясся буквально на днях, на сайте Бьюти Бабушка, который я веду уже около 5 лет, набралось 3 миллиона с лишним уже просмотров. И в то время как все усилия мои волевые идут сейчас на то, чтобы не думать о том, что бы было, если бы каждый вход на мой сайт стоил доллар или евро или внезапно выросший рубль. Я стараюсь об этом не думать, потому что всех денег не заработаешь. И я очень рада тому, что этот сайт есть и что девушки из нашей группы и юноши не дали мне его закрыть. Я была очень близка к его закрытию, но оказалось, что сайт в это сложное для нас, для всех время не попал ни под какие санкции, не стал изгоем ни для какой страны. Юноши и девушки из любой точки мира совершенно спокойно могут на него заходить и обнаруживать там интересную и нужную для себя информацию. Огромное спасибо всем моим подписчикам на канале и, конечно же, моим подписчикам на сайте. Не буду его бросать, буду продолжать собирать там для вас новинки и писать также отзывы об очень давно мной использованных средствах. Потому что за те 30 лет, которые я ухаживаю за своей кожей, более-менее осознанно накопилось очень много информации. И я надеюсь, наверное, даже в чем-то уверена, что она будет для многих из вас очень полезна. Ну и к вопросам. Конечно же, вопрос в связи с юбилеем. Часто спрашивают, почему у вас так мало зрителей на канале? Ну, наверное, это вопрос не столько ко мне, если бы я знала, почему их так мало, я бы сделала для того, чтобы их было много, а скорее вопрос, наверное, к моим зрителям. Может быть, что-то не нравится, кому-то лично человек не нравится. Бывает такое, что вроде бы не чушь несет, а смотреть неприятно, прямо даже не знаешь почему. И еще одно, наверное, самое подходящее объяснение, ну, кому же хочется считать себя неприятным, да? Это то, что я, конечно, распыляюсь. У нормальных блогеров обычно есть либо сайт, либо канал, либо канал в Телеграм, страничка в Инстаграм, которая вплотную занимается. Я же решила обнять необнимаемое, и у меня очень много социальных сетей, социальных каналов, большая группа на Фейсбук. Теперь мне жалко от всего этого отказываться, и я решила вот так вот распылиться. Там понемножку, там понемножку. И, конечно, если бы у меня было время и силы делать видео каждый день, возможно, подписчиков было бы больше. Не знаю, насколько, но этот вариант не исключен. А кроме того, конечно, я не покупаю ни подписчиков, ни комментариев, у меня нет никаких ботов. И чистый такой натур-продукт. Весь канал, что имеем, то храним, но жульничать я не собираюсь. И, наверное, самое главное, это все-таки мое хобби. И мне нравится иногда заняться группой вплотную. Девчонок там наших и мальчишек просто начинают забавливать какими-то новинками. Наверное, бесит их по 50 публикаций в день. Но так хочется поделиться. Иногда надоедает немножечко все. И хочется уединиться на сайте, пописать. Дружу с печатным словом и с написанным тоже. А иногда очень надоедает сайт. И тогда хочется включить телефон, сесть и записать видео на канале. И я думаю, мои зрители меня простят. И отчасти это хорошо и для вас, что канал не становится машинкой для получения денежных знаков. И я делаю все, и видео, и статьи, и работаю в группе действительно от души. Я думаю, это многого стоит. Следующая вещь, о которой я хочу поговорить. Меня об этом никто не спрашивал. Но я сама расскажу. Я заметила, что очень часто, неприлично часто в сети, в группе у нас вот такие бывают попытки. Начинают тетеньки друг к другу клевать. Вот кто-то ухоженный, а ты вот неухоженная, и она неухоженная, и она неухоженная. Мне очень хочется внести ясность в этот вопрос. Все люди совершенно по-разному понимают слово ухоженный. Для кого-то это нарощенные ногти с ресницами. Для кого-то это бюст увеличенный, уколы красоты, огромные ресницы, большие губы. Для кого-то это чистые ногти, вымытые волосы и, извиняюсь, умение себя на публике вести соответствующим образом. А, например, со мной все еще проще. Для меня ухоженный человек – это человек чистый, от которого плохо не пахнет. Вот такие низкие требования я предъявляю какой-то ухоженности. Почему? Потому что человек не должен доставлять дискомфорта окружающим. Если от него плохо пахнет, да, конечно, это неприятно, это действительно дискомфорт, и он неухоженный. То же самое для меня не является какой-то суперухоженной женщиной, которая в душном помещении или вот на работу в офис приходит. Надушенная. Пусть это самый дорогой парфюм. Пусть он стоит 300, я не знаю, 1300 долларов за 10 миллилитров. Но когда идет вот этот запах сильный, от которого у кого-то болит голова, кто-то чихать начинает, кто-то вообще задыхается, падает на пол с отеком к венке. Но какая она ухоженная? Это что-то уже совершенно другое. Поэтому я призываю девушек быть друг другу просто немножечко добрее. Что значит неухоженная? У всех это совершенно разное. И несмотря на то, что я веду бьюти-блог на нескольких социальных площадках за 5 лет блогинга, мне не пришло в голову никого назвать неухоженной, ни другого блогера, ни какую-то знаменитость публичного человека, ни кого-то, что еще было бы страшнее из нашей, например, группы. И у всех в жизни очень разные ситуации. Например, мамочка с тремя детьми, как я говорю, один за левую ногу цепляется, второй карабкается вверх по правой ноге на ручке, а третий на голове сидит. Какой суперухоженности можно от этой женщины требовать? Помыться успела, слава богу. Кто-то заработался, а кому-то это все даром не нужно. У меня в мои 50 плюс есть подружки, которые любят свои грядки. Верно, преданно и безраздельно. Им совершенно неинтересны все эти многоступенчатые корейские уходы. Они сделали такой выбор. Но, опять-таки, они чистые, от них не пахнет. Нормальные, веселые женщины, замечательные, со своими увлечениями. Давайте не будем подгонять друг друга под какие-то рамки, нами сами выстроенные. Я всегда за то, чтобы каждый человек, юноша, девушка ухаживал за собой ровно настолько, чтобы он получал от этого удовольствие. Ну и, чтобы он был чистый. А для тех, кто хочет за собой поухаживать, но совершенно нет времени, у бьюти бабушки имеется отдельное видео, где я собрала очень интересные корейские офигенчики, нацеленные на то, чтобы у торопыжек была минутка для ухода за кожей. Кому интересно, обратите, пожалуйста, внимание на это видео. И эти средства не сделают вашу кожу в раз какой-то волшебной и ухоженной, но они в какой-то степени все равно затормозят ее старение и дадут вам возможность, ну, лучше хоть как-то ухаживать за кожей, чем вообще никак. Мне вообще на канале, наверное, есть уже видео на любой вкус, для любой проблемы, есть видео о том, почему они делают уколы красоты, и есть даже такое немножечко необычное видео, что делать, если муж младше на почти что 20 лет. Даже такое у меня есть на канале. Так что пробегитесь, пожалуйста, мои новые зрители по видео, чего у меня только нет. Да, заманиваю, заманиваю. Хочется же, чтобы канал просто... Я вам скажу откровенно, как ни один писатель не хочет писать, как говорится, в ящик. Есть такие вружки писательные, говорит, я пишу для себя, там, для потомков, ничего подобного. Он хочет, чтобы его читали. Точно так же все бьюти-блогеры хотят, чтобы их смотрели. Не просто так мы тут, как дурочки, сидим. И тут мы плавно переходим к другой теме. Девушки начали спрашивать, перепугались. Паника, паника, паника. Не слишком ли я увлекаюсь распаковками? Иногда на канале я распаковываю какие-то ювелирные окрашения, что-то из обуви, и девушки завуновались. Не собираюсь ли я, как меня спросили в комментариях, барахлом трясти чаще? Все, кто меня давно знают, уверены, что бьюти-бабушка просто так ничего не делает. В том числе это относится и к видео с распаковкой. Я, конечно же, не показываю все свои покупки. Я показываю покупки сугубо определенные. Я сама терпеть не могу шоппинг офлайн, и практически все, что на мне, вплоть до того, что все, что мы едим, заказано онлайн. Поэтому я часто сама смотрю отзывы на какую-либо вещь. Вот захотелось приобрести себе сандалики. Я села, посмотрела. И некоторые блогеры показывают это дело так хорошо, что видно каждый шовчик, каждую пряжку, человек расскажет удобно, неудобно, совпадает ли размер. Но не на каждую вещь, к сожалению, такие видео есть. А русскоязычных видео, таких вот, вы знаете, «Ах, боженьки, у меня сандалики от Эрмез!» Я сейчас тут описываюсь, я сейчас не знаю, что со мной будет, но и вот полный восторг вот это вот все суется, суется в кадр. А мне хочется узнать, ну, как они на ноге-то вообще не слетают, как себя ведут в носке, и что там с ними происходит дальше. Восторг мне неинтересен. И вот таких русскоязычных видео, толковых, не так много. И они не всегда попадают на те вещи, конечно же, которые я хочу купить. Поэтому я выкладываю отзывы на те вещи, на которые я сама толковых отзывов не нашла. И я думаю, что от этих видео будет толк. В смысле, я сижу вот так вот все это разглядываю, наверняка есть сотни других людей, которые делают то же самое, и им это будет в помощь. Ну, и так как я надеюсь, что сотни людей сидят и делают то же самое, и наткнутся на мои видео, это, конечно же, и моя возможность как-то расширить свой канал, чтобы не замыкаться исключительно на наших дорогих моих карьеманах. Потому что не исключено, что девушка зайдет посмотреть, например, распаковку обуви, туфеля каких-нибудь, и зацепится, посмотрит другое видео. Глядишь, подсядет на корейскую косметику, кожа станет лучше, все начнет налаживаться. Почему нет? Ведь хорошая секта должна расти. Правильно? Так что я никогда свои видео не маскирую. Если в видео содержится распаковка какого-то барахла, я пишу распаковку большими буквами и портрет барахла на обложке. Поэтому, кто не хочет их смотреть, просто видит эту обложку и спокойненько пропускает. У меня на канале очень много видео о косметике, и можно что-нибудь посмотреть, освежить, например, свою память. Поэтому можно обижаться, можно не обижаться, но такие видео я периодически буду обязательно делать. Следующий вопрос девушек, особенно из России, из Беларуси, беспокоит вопрос. Почему я как-то резко завязала с обзорами белорусской косметики? Дело в том, что все-таки основное направление моего канала – это косметика корейская. И я буду, обязательно буду делать эти отзывы, но так массировано, как я начала их в группе одно время делать, но это действительно как-то не понравилось очень многим. И я, в принципе, могу это понять. Поэтому отзывы будут, но значительно реже. На канале я готовлю одно отдельное видео по белорусской косметике. И это будут средства, которые похожи на корейские. То есть, либо технология такая же, либо что-то просто слизанное. У белорусов много такой хорошей слизанной косметики. Почему нет? Главное, чтобы хорошо копировали. Если криво копируют, это плохо. Если хорошо копируют, это же хорошо. И вопрос еще в том, что я хочу средства потестировать. Я не хочу быстренько взять эту посылку огромную, которая ко мне пришла, за два дня перефотографировать, накидать, один раз мазнуть по руке. Я не вижу в таких отзывах никакой ценности. Я думаю, что всем будет интересно узнать, как, например, крем для кожи вокруг глаз с измейным ядом на этой возрастной коже работает. Поэтому к белорусской косметике мы обязательно вернемся. И я буду делать видео именно в своем стиле, с макросвотчами, со всем. Все обязательно покажу и расскажу. Следующий вопрос. Сейчас, конечно же, в интернете очень много дезинформации, очень много фейков самых разных. И завелось огромное количество маленьких каналов, канальчиков таких нехорошек, которые занимаются, ну, просто откровенной ерундой. Вывешивается какой-то яркий заголовок, привлекающий внимание. Они в нем какие-то нарезки абсолютной билиберды. И этими фейками грешат, ну, я не знаю. Все, кто так и может, грубо говоря. Недавно я вот увидела потрясающий фейк. Видео обещало рассказывать о положении в Восточной Финляндии. Дело в том, что я уже как бы посмотрела на Восточную Финляндию, что там происходит. Но в бьюти-видео я не хочу использовать те слова, которые описывают ее положение на данный момент. И поэтому я, конечно, кликнула на это видео посмотреть. Кто-то другое увидел. Может быть, я другими глазами смотрю. И там была вот такая потрясающая картинка деревни. То есть на полном серьезе вот это выдавалось за приграничный район между Финляндией и Россией. Ребят, у нас таких гор нет. Посмотрите в следующий раз на карту, когда будете делать фейки. У нас ближайшие горы в Норвегии. Такие, которые можно назвать горами. Не сопки в Апландии, а горы. И мне совсем недавно прислало знакомое видео, где показывались пустые полки в Финляндии. И было написано, что нет в Финляндии хлеба. Очень много таких видео, снятые по всему миру во время начала пандемии. Когда люди скупали туалетную бумагу, скупали муку, хлеб, сахар, все что угодно. У меня дочка работает как раз, студентка подрабатывает в продуктовом магазине. Она сказала, что продажи были в несколько раз больше, чем на Рождество. А на Рождество здесь выносится все. Поэтому эти кадры, конечно же, скорее всего, сняты. Я даже не уверена, что в Финляндии, может быть, здесь. Но, конечно же, это было во время пандемии. Мы эти пустые полки помним. Ну, я подумала, может быть, мы все заказываем через интернет. Хлеб мы в такой обычный магазинный не едим. Он у нас дико невкусный. Я его сто лет не заказывала. Думаю, неужели же, правда, хлеб нет в стране? А я не знаю. Я пошла в магазин и сняла для своей знакомой. Теперь вам покажу. Мама посмотрит. Она все мои видео смотрит, чтобы не волновалась. Мама посмотрит. Субтитры подогнал «Симон» Хлеб в Финляндии есть И я не знаю, конечно, что будет в перспективе Потому что еще очень мало времени прошло И, конечно же, хочется, чтобы всех везде все было Но во всех случаях о каких-то вот таких тотальных метаморфозах Говорить еще, я думаю, рано То, что бензин у нас самый дорогой в Европе Это да То, что цены выросли Мы это очень, конечно же, замечаем Но зачем перегибать палку, говорить и снимать то, чего нет И прежде всего, на мой взгляд, такие фейки Они не то чтобы портят впечатление об этом канале Эти люди очень подводят свою страну Я так думаю С обеих сторон Вот это распространение глупостей Подводит и портит имидж самой страны в глазах других людей Поэтому, если у кого-то есть какие-то патриотические чувства Если вот это зарабатывание денег на просмотре вот этой билиберды Это не единственное, что у человека вот здесь вот между ушами есть Если у него есть совесть То он, конечно, такие клипы выкладывать не будет И от себя просто могу сказать Видите, орущий заголовок Вот я специально сделала, да, допустим, на обложке В Финляндии нет хлеба Не надо на такие заголовки кликать Все у нас есть В следующий момент девушки просят иногда поговорить по-фински Спрашивают, ну, на каком уровне вы знаете язык В принципе, язык я знаю на бытовом уровне, наверное, неплохо все-таки за эти 20 лет И я должна сказать, что когда у меня был финский муж, конечно, было намного проще с языком Я разговаривала на нем каждый день и начала даже на нем уже думать периодически Но сейчас у меня русскоязычный муж, поэтому на финском языке фактически я общаюсь, ну, иногда только с ребенком И средка встречаюсь со своими финскими знакомыми У меня их очень-очень мало И я думаю, многие русскоязычные, кто живет в Финляндии, меня поймут и подтвердят Что финны – это не те люди, которые спешат заводить с мигрантами знакомства Поэтому у меня какие-то знакомые исключительно по издательству книг Вот в гольф раньше играла, консультантом по бизнесу работала Вот такие какие-то небольшие знакомства остались И поэтому язык, конечно, очень заметно просаживается На бытовом уровне, конечно, я понимаю все газеты, я свободно читаю литературу на финском языке Здесь нет никаких проблем, газеты, журналы Ну, когда нужно выразить свою мысль, наверное, уже не так быстро подбираю слова, как раньше Финский язык я учила давным-давно, до переезда Я приехала в Финлянди уже со знания финского языка Я выучила язык примерно за 9 месяцев, чем удивила даже, наверное, саму себя И поэтому я стараюсь на каком-то уровне этот язык поддерживать Но, в принципе, он мне нужен исключительно, наверное, для магазина Позвонить в какую-то службу, что-то где-то узнать На улице там с кем-то пообщаться, если нужно Ну, вот к врачу сходить Язык очень простой Говорят, что финский язык труд, но он совершенно нетрудный, это не так Если сравнить его, ну, даже не с корейским, с китайским Даже если сравнить с немецким языком У нас был курс в университете немецкого языка Это было очень сложно Если опираться на знания финского И язык не такой, наверное, богатый, как русский, как немецкий, как английский Но очень много веселых, забавных слов Одно из моих любимых, наверное, финских слов Это пупун папанет Пупун папанет Пупун папанет Замечательно звучит, потрясающе Пум-пум-пум На самом деле, это вот эти вот кроличьи шарики Продукты жизнедеятельности этих милых пушистиков Ну, потрясающее словосочетание А вот слово, которое в финском языке я терпеть не могу Это култа Это означает золото култа И это обозначает моя дорогая, ну, то есть золотко мое Вот когда бывший финский муж мне это говорил Култа Как кувалдой по голове Это култа Как-то было совершенно не нежно, не ласково Как-то у нас все-таки там зайчонок, птичка, рыбонька Култа Как-то хотелось не обрадоваться, а спрятаться Что он там задумал-то Бегает, кричит Култа, култа Неприятно, да? Алла, ответ на просьбу поговорить по-фински Ну, давайте я вам детский стишок расскажу Который я рассказывала у ребенка, которая была маленькой Это стишок про очень упрямого финского паука Который лес по мокрому стебельку падал Но все-таки снова лес Такой паук-сизиф, да? Ну что, финский язык с четким русским произношением мы послушали Разобрались с международной политикой Что очень важно сделать в бьюти-видео Я себя нескромно поздравила с тем, что вы, дорогие подписчики, у меня есть Договорились, что не будем бросать камни в тех, кто не надул губы Или не покрасил волосы в тот цвет, который нам нравится И также выяснили, почему бабанька вместо того-нибудь сего начала трясти в кадре какими-то ботинками Я очень надеюсь, что это видео будет для вас интересным, информативным Что вы из этого потока сознания все-таки уловили для себя что-нибудь новенькое И до следующего раза Всем пока!